Здравствуйте! В эфире новости Тагил ТВ в студии Александра Хайкина. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Оказать помощь участникам и семьям СВО – это главная задача местного подразделения общественной организации «Дыхание Родины». Эти спортсмены хотят играть в футбол и играют. Областные соревнования спортсменов-колясочников стартовали в Нижнем Тагиле. Наградили лучших. У этих предпринимателей можно научиться новогоднему оформлению. Отметили тех, кто помогает создавать новогоднее настроение. В администрации города состоялся прием для тагильских предпринимателей, кто принял участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Сегодня подведены итоги и награды нашли своих победителей. На конкурс «Лучше новогоднее оформление» в этом году подана 21 заявка для участия в четырех номинациях. Первые места, кто заняли по этим номинациям – это торговые центры, это депо. Далее по общественному питанию мы разделили два первых места. Заняли ресторан «Пожарка» и ресторан «Дрицарь». По бытовым услугам – это химическая колени, плюс фитнес-клуб «Инсайт». И четвертая группа номинаций у нас – это продовольственные и непродовольственные товары, магазин «Венеция» и мебельный салон «Маршал». Чтобы определить лучших и призеров, конкурсная комиссия на протяжении трех дней объезжала заведения и торговые центры участников. Оценивали не только внутренние оформления, но и прилегающую территорию осматривали. Освещение, фигурки перед входом, меню, новогодний пресс-курант и форму сотрудников тоже учитывали. К примеру, призового третьего места удостоен торговый комплекс «Лента» на Уральском проспекте. Ежегодно мы получаем награды. И в данном случае, наверное, хочется выразить благодарность администрации города за то, что дают возможность в нем поучаствовать, за то, что мы получаем столь высокую оценку нашей работы. Ведь основная наша задача, одна из основных задач – это предоставление как можно более качественного сервиса для наших покупателей, для наших жителей города. И мы тратим достаточно много времени для того, чтобы попытаться создать новогоднюю атмосферу. У нас неравнодушные, активные предприниматели, которые делают это и по зову сердца, и по приглашению администрации. Получился хороший праздник. Они добавили ярких красок городу. Они добавили ярких впечатлений своим клиентам. И уверен, что другие участники предпринимательского сообщества обязательно заразятся этой идеей. И в следующем году еще больше красивых мест, интересных, появится в Нижнем Тагиле. Лишить свободы и возместить моральный ущерб – такие требования выдвигает защита пострадавшей в ДТП Светланы Бельковой. Осенью 2022 года страшная трагедия разделила жизнь женщины на до и после. Тагильчанка получила инвалидность, а виновник аварии – 420 часов обязательных работ. И вот Дзержинский суд рассматривает второе дело по данному происшествию. На этот раз статья уголовная о причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее расскажет Олеся Культикова. Выпил, сел за руль, сломал чужую судьбу. И снова в Дзержинском суде начались слушания по делу о дорожно-транспортном происшествии 2022 года. Тогда житель вагонки, игнорируя красный сигнал светофора, сбил женщину на пешеходном переходе. Молодая и здоровая тагильчанка в одночасье стала инвалидом. Больше месяца я находилась в реанимации. За это время мне сделали ряд сложных операций. Диагностировали на тот момент перелом правого локтя. Далее у меня была сломана полностью левая нога, бедренная кость была сломана, голень полностью была сломана. Напомним, что в 2023 году уже было заседание по первому делу по статье 264 части 1. Нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Тогда подсудимому был вынесен приговор. 420 часов обязательных работ и три года лишения водительских прав. Потерпевшая, в свою очередь, была не согласна с этим решением и очень надеялась на реальный срок для виновника своего несчастья. К слову, на этот раз мера пресечения уже по иной статье для него может выйти вполне реальным сроком – от 3 до 7 лет лишения свободы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы за совершение данного преступления. Поэтому с учетом позиции подсудимого при непризнании вины, при отсутствии мер по заглаживанию вреда, то есть он не принес извинений, с учетом этого сторона потерпевшей будет настаивать на назначении самого строгого наказания. Все это время виновник дорожно-транспортного происшествия не интересовался жизнью и здоровьем пострадавшей, не оказывал материальной помощи. Светлану Белькову такое поведение искренне удивляет, ведь по его вине она буквально потеряла прежний образ жизни. Восстанавливаться приходится до сих пор. За плечами множество операций, работа реабилитолога и сиделки. И по сей день женщина борется с последствиями полученных травм. В качестве компенсации за причинение морального и материального вреда с защитой выдвинут иск на 2 миллиона рублей. Сегодня он вину свою не признал, то есть он остается на той позиции, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения, он не раскаялся, никаких извинений в суде он мне не принес. Светлане Бельковой предстоит еще не одна операция. Несмотря на это, женщина пытается наладить прежний образ жизни и уже вышла на работу. Пострадавшей в ДТП женщине важно добиться справедливого наказания и получить компенсацию. Удастся ли защите добиться максимального срока для обвиняемого, станет понятно весной. Следующее заседание со свидетелями и вынесением приговора назначено на 13 марта. Дыхание Родины. В Нижнем Тагиле открылось подразделение общественной организации, занимающееся оказанием помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В центре, расположившемся на Тагилстрое, на Гвардейской 26 побывал Алексей Алексеев. В Тагилстроевском районе по адресу Гвардейской 26 начал работу еще один центр поддержки участников специальной военной операции. Это подразделение межрегионального проекта «Гражданская инициатива Дыхание Родины». Теперь жители города могут обратиться и сюда. Сегодня у нас, так скажем, официально такая дата открытия нашего волонтерского центра. Приглашаю всех желающих, кто хочет внести свою лепту в нашу победу. Любым рукам мы будем рады. В числе первых передавших в центр собранную неравнодушными гуманитарную помощь представители Нижнетагинского филиала профсоюза железнодорожников. На фронт должны отправиться продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости. С этим центром мы связались, во-первых, знакомы с Михаилом Ивановичем Карповым. Во-вторых, железнодорожные предприятия, они находятся, базируются в Тагилстроевском районе и наиболее близкое место удачное расположение. Также в планах пошив белья, одежды, изготовление снаряжения, плетение маскировочных сетей. Необходимые для этого оборудование и инвентарь имеются. Есть уверенность, что не возникнет проблем и с материалами. В Совет ветеранов органов власти и общественная палата мы работаем в городе по оказанию благотворительной помощи нашим участникам СВО. Познакомившись с этой организацией, мы решили, что действительно будем с ними совместно работать. Помещение на Гвардейской 26 волонтерам на безразмерной основе предоставила администрация Нижнего Тагила. Она же взяла на себя оплату коммунальных услуг. Новые горизонты возможностей для подрастающего поколения. Движение первых и городская станция юных натуралистов сегодня торжественно открыли клуб юнатов. Такая коллаборация позволит школьникам не только познавать окружающий мир, но и участвовать в грантовых конкурсах. В программе мероприятия посвящение в юнаты, выставка и лекция по орнитологии. Совместить приятное с полезным. В городской станции юных натуралистов торжественно открыли первичную ячейку движения первых. Во Всероссийской общественной организации есть экологическое направление. И сегодня на базе станции совместными усилиями создан клуб юных натуралистов. Станция юнатов является хранителем тех идей, тех хороших дел, которые были заложены первыми натуралистами станции юнатов в городе Москве. Но сейчас имена меняются и, следуя тенденциям и велениям времени, открываем на своей базе клуб юных натуралистов, чтобы ребята смогли больше участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся у нас в России. Создание первичной ячейки движения первых – это реальная возможность не только познать окружающий мир, но и участвовать в грантовых конкурсах всероссийского масштаба. В дополнительном образовании города – это впервые. Сейчас происходит вообще движение первых только начинает шагать по стране. А клубы с 2022 года только начинают открываться. Как не на станции юных натуралистов, открыть еще и клуб юных натуралистов. Поэтому сегодня у нас присутствуют ребятки со всех школ города, где-то от 1, 2, 3, в общей 40 человек получается. Это самые первые, самые маленькие и самые большие, опытные, те, которые занимаются уже 8, 9, 10 лет и уже выпускаются. Сегодня состоялась и церемония посвящения в Юнаты. Для участников подготовили выставку, квест и лекцию о барнитологии. Напомним, что движение первых – общероссийское общественно-государственное движение, которое создано 14 июля 2022 года по инициативе руководства России для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Впервые в Нижнем Тагиле стартовали областные соревнования по футболу на электроколясках для людей с ОВЗ. Помимо двух местных, еще четыре команды приехали побороться за первое место и главный приз от главы города – 50 тысяч рублей. Сам инициатор соревнований – организация «Шаг вперед» была поощрена компанией «Евра» с сертификатом на 200 тысяч рублей. «Новая дисциплина, нужно развивать. Не все могут найти себя в спорте. Ну, лично я себя искал в спорте в 8 лет. Я не мог. И баскетболом там пытался, и боча. А вот именно командный, активный вид спорта, именно для лиц с тяжелыми повреждениями упорно-двигательного аппарата, это, ну, я пока не вижу других дисциплин, это вот где можно идти просто играть». «Получили предложение провести такой турнир в городе Нижнем Тагире с приглашением команд, близлежащих команд. Вот, выделили этот грант – 500 тысяч рублей, предоставили зал. Сегодня помогли немножко сочисткой территории, вот, чтобы все-таки более комфортно себя чувствовали в гости нашего города. Ну, и вот турнир состоялся, благодаря, опять же, силе и воле Александра и его команды. Вот, молодцы, это стоит поддерживать, это достойно огромного-огромного уважения». «Болеют за «Шаг вперед» – 1 и 2. «Ребята большие, молодцы, но также мы видим, что соперники подготовлены в команду Екатеринбурга. Ребята молодые, но играют очень хорошо, видно, что знают тактику, и тренер подбадривает их». «Началось соревнование – отлично, ё-моё, парни играют тоже как могут, и я ожидал совсем другого. Они молодцы, они перекрывают, бывает, но они пока боятся просто. Тоже первый раз, что они выехали, ё-моё, мы-то уже как он на опыте. У нас точно так же, в принципе, всё было, то, что когда первый раз сели, тоже переживали сильно за коляски. Мясо тоже толком не могли брать и не кататься, ничего, научиться, это опыт». «Нападающим интереснее играть, чем вратарём, но приходится играть на всех позициях, нас тренер постоянно меняет. С одной стороны, это хорошо, что ты как игрок не застаиваешься и знаешь, как играть и вратарём, и нападающим. С другой стороны, иногда, сидя на воротах, скучновато становится. Когда есть тренировки, и есть возможность покататься на этих колясках, понять, какой частью коляски отбивать мяч, и как вообще давать пасы и правильно играть в эту игру, тогда проблем не возникает. Когда ты первый раз садишься на коляску и не знаешь, что делать, и как она вообще элементарно ездит, то, конечно, это вызывает трудности». «Людям с инвалидностью очень удобно, да, это первое, безбарьерная среда. Далее, обеспечение техническим оснащением. Ребята гоняют на колясках, да, судьи оснащения, праздничное атмосферное настроение, вот. На самом деле, я вот сегодня обратил внимание, многие ребята, которые, оказывается, сели первый раз играть на коляске, они настолько зарядились эмоциями, что и мне захотелось тоже опять играть». За спиной два месяца зимы. Все ли успели покататься на санках, лыжах и коньках? Нет? Тогда весь февраль не упустите эту возможность. Он, кстати говоря, по прогнозам синоптиков ожидается теплым и без трескучих морозов. Самая низкая температура ожидается минус 13 градусов. Так что вперед, наслаждаться снежком на улице. Увидимся на Тагил ТВ.